Всем привет с вами Чайка и сегодня я покажу вам раунд финала старсерий против фнатик на инферно это была интересная best of 5 встреча с многим количеством фишек которые вы уже конечно же видели но моя цель в этом видео показать всю картину раунда и что привело его к непредсказуемому окончанию начинается все достаточно дефолтно зевс сразу дает дым чтобы потушить возможный кт огонь под элика и молик на бочке чтобы защита не пушила банан симпл накидывает моменталку под которую открывается электроник но к сожалению опен фраг в этот раз сделать не удалось в матче против энце подобная заготовка позволила получить количественное преимущество в первые секунды раунда вы часто пишите что не имеете команды и катаете с одним тиммейтом так что берите этот энтри себе на вооружение поскольку для него вам нужен всего один саппорт после стартового раскида звено банана стягивается обратно чтобы задоджить стак гранат за бревна элик обновляет молик на бочках и по истечению смока прочекивает все точки кт после чего защита откидывает тайминговый дым на выход с б-плента под который электроник занимает угол тем временем эдвард и флейми укрепляют коннектор контроль от миды ковры готовы плацдарм для дальнейшего фейка при фаерами желто-черные показывают свое присутствие заставляя фнатик отказаться от стартовых позиций и важной инфы последующий раз кит позволяет без проблем занять вилку и окончательно выиграть мап-контроль бролан отступает в песке из-за смока в шорте а джейви уходит в арку после моменталки флейми дает флэш и простреливает смог а эдвард поджигает тупик параллельно этому молику симпл накидывает флэш в тлеющий дым на б под него никто не открывается исходя из этого шведы решают что он фейкующий и основной упор делается именно на а они тратят уйму ресурсов чтобы зажать вилку в тиски но их молотов смог и флэшки уходят в никуда потому что navi уже с этапе дефолтный раскид на б как только гзит получает инфу о том что navi нет на а он собирается обновить дым на двойку и выходит прямо на прицел электроника твист на попытку разменять капитана сразу же получает флэшки смог изолирующий гробы таким образом navi без потерь занимают б симпл сразу уходят отрезать хелпу смита оставить четырех тиммейтов на пленте фнатик понимает что они могут затягивать из-за поздней ротации jv байтит прострелом через дым и эдвард отвлекается на ответный огонь чем пользуется твист и просочившись через мог наконец-то делает свой минус реакция электроника не заставляет ждать он сразу разменивает иоанна ему помогает флейми тем самым теряя тайминг егор выходит на церковь с флешкой в руке и сразу переносится спектаторы причиной этому стало отсутствие инфы о том что фнатик сами себе закрыли мид когда чистили вилку флейми ожидал второе звено ретейка с бананой и за неимением кола от симпла егор действовал неосторожно не рассчитывая на столь агрессивную игру от шведов на дик стоит отдать должное они поставили себя в рамки выбивания с одним вектором но при этом быстро вернули баланс шведы получают инфу о позиции электроника за счет траектории флешки которой он выигрывал время фнатик стягиваются обратно в церковь откуда бролан кладет отличный молек в темную ее целью было разорвать изначально идеальную связку зевса с эликом ведь они принимают гробы перекрестным огнем и не позволяют запушить кого-то отдельно денис был вынужден выйти в чисто поле открываясь сразу на трех и нами при этом он успел дать ответный молек и сделать минус но у зевса отсутствовал угол чтобы его разменять и нашего капитана зажали с двух сторон симпл все это время продолжал контролить банан поскольку кримс до последнего не палил свое местоположение чекая тройку с респы костылев занял самую неожиданную для такого тайминга позицию и когда прошла инфа понял часики тикают и последняя граната порешает все за него вы видели этот 300 и киомолик у райза у петрика и в куче нарезок но я надеюсь вы не будете в комментариях упрекать меня в выборе именно этого раунда поскольку я считаю его структурно самым красивым на турнире у обеих команд все получилось нави выиграли моп-контроль использовав его для неожиданного выхода на точку с интерфрагом без размена шведы в свою очередь рядом агрессивных действий повернули раунд свою пользу а по итогу все решает одна граната и доли секунды вот в такую интересную игру мы с вами играем на этом у меня все спасибо за ваше внимание считайте потраченные ресурсы противника и следите за столь ценным временем увидимся совсем скоро твист на попытку разменять капитана сразу же получает флешки флеш флешки смог изолирующий глобы глобы глобы